Ума-палата. Не зарплата, но дивиденды принесёт. Добрый день, уважаемые слушатели. В эфире дискуссионная передача «Ума-палата» и я, её ведущий, Владимир Сизов. Это передача для тех, кто задаёт вопросы и ищет ответы. Программа создана при участии Вятского интеллектуального клуба, неформального сообщества думающей интеллигенции нашего города. Сегодня мы обсудим тему «Как быть счастливым». Моими собеседниками являются те, чья профессия как раз и заключается в том, чтобы помогать людям быть счастливыми. Представлю своих гостей. Это Юлия Павловна Санникова, кандидат психологических наук, доцент Вятского государственного медицинского университета. И Валерий Владимирович Чербина, штатный психолог Кадетского колледжа «Север». В одной из прошлых передач мы уже говорили о счастье и, в частности, о том, можно ли его измерить. А сегодня мы попробуем разобраться в том, как его достичь. Счастье играет важнейшую роль в нашей жизни. Каждый хочет быть счастливым. Поздравляя друзей или родственников с праздниками, мы чаще всего желаем им счастья. Многие известные мыслители видели в счастье смысл жизни. Например, древнегреческий философ Эпикур считал, что счастье является конечной целью человеческого существования. А известный английский юрист и философ Еремия Бентам называл в качестве истинной цели законодательства и законодателей достижение в обществе наибольшего счастья для наибольшего количества людей. Под счастьем же Бентам понимал удовольствие. Ну вот в чем вопрос. Неужели так все просто? Получай удовольствие и будешь счастлив. К чему на самом деле стремятся люди, когда говорят, что хотят быть счастливыми? Вот такой вопрос я и хочу адресовать моим собеседникам. Илья Павловна, так к чему стремятся люди, когда говорят, что хотят быть счастливыми или желая счастья своим близким? Спасибо. Но мне кажется, что прежде всего они хотят испытать радость. И достаточно часто счастье именно обнаруживается в переживании радости или в том, что в их жизни, в их эмоциональном состоянии они переживают преимущественно положительные эмоции. Но с другой стороны, на самом деле, за этим могут стоять совершенно разные вещи. Например, для кого-то счастье, не знаю, это может быть материальный достаток. И мне кажется, современное общество часто бывает привязано к материальным вещам. Для кого-то счастье связано именно найти свою вторую половину, то есть реализоваться в той или иной значимой для себя роли в профессии, воспитании детей, то есть увидеть результат своего труда в какой-то степени. Кто-то заточен на процесс, и он погружается и счастлив от того, что он сейчас занимается тем, что ему нравится. Ну, вот так, наверное, да? Кратко. Не очень кратко получилось. То есть не в удовольствии и счастье. Ну, наверное, мы можем как синоним рассматривать радость, удовольствие, да, то есть благополучие, да, вот как-то так, как синонимичный ряд в какой-то степени. Ну, хорошо. А, Валерий Владимирович, Ваше мнение каково? Моё мнение практически в целом совпадает с уже озвученным мнением. Плюсом я бы всё-таки сюда, наверное, добавил всё-таки удовольствие в том числе, удовольствие от жизни, удовольствие даже немножко не так. Я, пожалуй, приведу слова из моего любимого, одного из моих любимых кинофильмов, слова главного героя, который, находясь в крайне сложных жизненных обстоятельствах, когда он не мог сказать, доживёт ли он практически до конца дня, на вопрос, что вы, наверное, получаете удовольствие только от своей работы, он ответил, что я получаю удовольствие от всего, даже от утреннего бритья. Вот, под удовольствием как раз и понимается мною то, что необходимо жить, чувствуя каждый момент этой жизни, и радуясь этому моменту, и получая удовольствие от проживания этого момента. Ну, ведь и его-то, ну, в принципе, ваша точка зрения понятна. Давайте я вот так по-другому сформулирую вопрос. А как вообще понять, счастлив я или нет? Ведь часто люди осознают, что были счастливы в тот или иной период своей жизни лишь после того, когда этот период уже закончился. Что я должен чувствовать вот сейчас, чтобы понимать, что я счастлив, и что через какое-то время моё мнение не изменится? Ну, попробуйте. Ну, можно я здесь скажу? Конечно, мы как бы разные грани можем выделить, но вот в одном из определений счастья у меня такая чудесная мысль, как сказать, обнаружилась. Вот в чём будет проявляться счастье, каким образом мы можем диагностировать это. То есть, во-первых, это удовлетворённость человека от того, в общем, кем он является в жизни, от самого себя. То есть второй момент — это удовлетворённость от того, чем он занимается своим делом. И, соответственно, какие события он переживает и как их переживает. Мне попалась чудесная притча. Вот можно я поделюсь с вами? Ну, конечно. Мне кажется, здесь как раз все эти моменты здесь и представлены. Однажды вор залез в чужой курятник и украл курицу. Когда он убегал, то опрокинул лампу, и курятник загорелся. Курица смотрела назад и, видя огонь пожара, понимала — он спас ей жизнь. Когда вор откармливал курицу пшеном и хлебом, курица понимала — он о ней заботится. Когда вор скитался из города в город, пряча курицу за пазуху, курица понимала — он её любит. Когда курица увидела, что вор замахнулся ножом, она поняла — он хочет покончить жизнь самоубийством. Она прыгнула на нож и прикрыла вора своим телом, и умерла счастливой. То есть получается, что в этом плане, что мы здесь видим, она как раз чувствует свою ценность. Она радостно переживает все события своей жизни, и она видит какую-то свою миссию в этом. То, чем она занимается, имеет смысл. То есть постоянно проделывает такую работу, чтобы быть счастливой в каждый момент своей жизни. Вот такая она парадоксальная, но довольно интересная для меня притча. Много о чем можно подумать. Ну, есть о чем подумать. Но будем считать, что мы разобрались, к чему же стремятся люди, которые хотят быть счастливыми. Но не думайте, что всё так просто. Сейчас я попробую вас озадачить. Наверное, вы, как профессиональные психологи, слышали о таком эксперименте, который проводили в 1954 году американские психологи Джеймс Олтс и Питер Миллер. Провели они эксперимент, который привел в итоге к открытию в мозге животных и человека, в том числе, особых центров удовольствия. Они вживляли в мозг подопытных крыс электроды и пускали по ним низкие разряды тока. И пускали тогда, когда крысы заходили в определенный угол клетки. Так вот, ученые обнаружили, что получив стимуляцию током, крыса возвращалась снова и снова в этот угол, потому что она получала удовольствие. Тогда ученые усложнили эксперимент и дали крысам возможность получать стимуляцию посредством нажатия на специальный рычаг. Крыса, игнорируя необходимые для выживания действия, питьё, еду, всё что угодно, она нажимала и нажимала на рычаг до тех пор, пока не умирала от истощения. Так в мозге животных и человека были открыты центры удовольствия, о которых я говорил. Воздействие на эти центры способствует выработке особых веществ, которые получили название гормоны счастья. Мы знаем это дофамин, серотонин, окситоцин и эндорфины. Стрессы, тоска и депрессия зачастую возникают из-за того, что блокируется выработка вот этих гормонов. То, что без их участия человек не может получить положительные эмоции. И это является научным фактом. Однако психологическое воздействие обычно происходит в ходе общения. Вот вы, психологи, общаетесь, разговариваете и вроде бы приносите другим людям пользу. Ну, вопрос. Вот я никак не пойму, если всё дело в гормонах, как вообще психологические методы, то есть, так сказать, говорильня для меня, это говорильня, да, могут помогать человеку и делать его счастливее. Может быть, это что-то типа эффекта плацебо? Стоит ли вообще тратить время и деньги на психологов? Ведь гораздо эффективнее обратиться к врачу, который выпишет таблеточку с набором определённых гормонов, и человек быстро и без усилий ставит счастливым. Валерий Владимирович, вот такой заковыристый вопрос прокомментируйте. Вот если начать его комментировать, тут сразу несколько, может быть, ответов, начиная с озвученного эксперимента, когда была возможность постоянно стимулируя центр удовольствия получать необходимые гормоны, и к чему это проводило. То есть, логический вывод получается такой же, что эти таблеточки не такое уж и благо, в общем-то, получается. Если говорить не только по поводу этого эксперимента, вот сводить всё только к гормональному балансу, дисбалансу, к выработке определённых только гормонов, мне кажется, это очень упрощать ту сложную работу, которую выполняет у нас полностью вся физиология организма. И вряд ли здесь дело только выделение определённых гормонов. Это не причина, это скорее уже следствие. Следствие чего? Следствие как раз вот того самого общения, которое складывается в эмпатию, которое складывается в сочувствии. которое складывается в сострадании. Когда человек не просто разговаривает, но он одновременно отчасти и переживает совместно с другим, даёт возможность почувствовать это другому человеку. И это уже несколько за пределами непосредственно физиологии. Ну, вы туман-то не наводите, то есть, поясните, что вы имеете в виду, я не очень вас понимаю. Вот за пределами физиологии ещё что-то, за какими пределами физиологии? Вот наука считает, это я вам говорю, не дилетантское своё мнение, хотя у меня есть биологическое образование, а я читал в научном журнале конкретно, что каждая эмоция, которую мы переживаем, связана с активностью конкретных нервных клеток в мозге, на активность которой, в свою очередь, влияют химические вещества. Ну, вот гормоны или нейромедиаторы, даже такие сложные эмоции, как доверие, нежность, спокойствие, воодушевление, страх, злость, вот всё, о чём вы говорите, там, за пределами физиологии, на самом деле вызываются гормонами. Какая именно эмоция проявляется, зависит от того, как организм воспринимает ту или иную ситуацию, с которой сталкиваются. То есть, на самом деле, в ходе эволюции, в ходе эволюции, там, за миллионы лет, вот выработался гормональный механизм, когда удовольствие – это награда нашей биохимической системы за правильное поведение. А что такое правильное поведение? Допустим, если вам нравится общаться с человеком, это может восприниматься как правильное поведение, потому что это усиливает, с точки зрения организма, способность вашу к выживанию. То есть, у нас идёт кооперация, взаимопомощь, это усилит выживание. В общем, за занятие любовью – это тоже. Почему удовольствие человек получает? А потому что он продолжает свой робот. Это стимулируется, так сказать, биохимической системой. И абсолютно другие. То есть, все эмоции так или иначе связаны с гуморальной системой, или с системой выделения различных гормонов и так далее. И они зависят именно от того, как организм воспринимает ту или иную ситуацию. То есть, способствует она выживанию организма или препятствует выживанию. Давайте мы, Юрий Павлович, я думаю, может быть, она нам сейчас разъяснит ситуацию. Мне кажется, что, во-первых, человек больше, чем только тело. То есть, как минимум, душа и дух. Есть разные компоненты. Вот давайте я сразу… Мне вот такие определения так не нравятся. Вы сказали «мне кажется». Давайте мы говорить не о том, что вам кажется, а вот сказать, что есть на самом деле. Назовите мне источник научной информации, научной информации, где душа, дух и так далее. Слободчиков, Виктор Иванович, доктор психологический научный. Это религиозные термины. Я не против религии, а за… Ну, вот это не доказано. Это московская профессура, скажем так, да, которая тоже один из взглядов на личность, да, придерживается. Но я что здесь хочу сказать, что вот я сейчас слушала этот пример, и мне приходили в голову исследования, посвящённые зависимостям, да, то есть, допустим, любым, там первичным становится как раз психологический компонент удовольствия, которое получает человек, в том числе от саморазрушающего поведения, а затем уже подключается физиология, да, на уровне, там, выработки, да, гормонов, да. И поэтому вот в этом плане это взаимосвязанный процесс. И мы можем сказать, наверное, что вот эти животные, они, по сути дела, стали зависимыми, да, от этого удовольствия, и это включилось в их, во все жизненные, да, системы. Согласен, абсолютно. И поэтому мне кажется, что человек, да, не только человек, живое существо, оно иногда может действовать вопреки разуму, вопреки логике, включая саморазрушающее поведение, да, не случайно вредное, может приносить огромное удовольствие человеку, не знаю, там, это касается и каких-то саморазрушающих привычек, и в том числе человек может испытывать огромное удовольствие, конфликтуя, например, с кем-либо, да, либо совершая какой-то логичный поступок. То есть получается, что потребности человека, они в какой-то степени могут быть, вот здесь животного, неудовлетворяемы, и в этом плане, ну, не знаю, даже простейшую какую-то ситуацию возьмём, человек любит сладкое, не знаю, любит торт, да, и он, если бы там не голос, да, разум, он мог бы съесть там, не знаю, ну, сколько бы ему позволило это там, да, кусок, два, три, пять, десять, и получается, что там через какое-то время, ну, от радости и удовольствия он перешёл бы в свою полярность. Вот, вот не знаю, ответила ли я так или нет. А с точки зрения вообще психологической работы, наверное, самый главный итог этой работы, в связи с чем человек уходит более радостным, да, это целостность, когда вот как-то всё складывается в единую картинку, да, и видение ситуации, мысли о ней, и чувства, и намерения, желания, действия, которые он в этой ситуации планирует осуществить, ну, вот как-то так, это как итог. И, соответственно, у нас существует множество и других этих самых экспериментов, которые показывают, что не только там телесный компонент влияет, да, на эмоциональное, но и наоборот. Ответил я или нет, но... Ну, вы порассуждаете просто. Конечно, я, может быть, так провоцирую, но зато в дискуссии, я думаю, что мы найдём какое-то неправильное решение, потому что, действительно, ведь гораздо проще съесть таблетку, проглотить таблетку и стать счастливым, то есть получать удовольствие. Но, Юлия Павловна, вы абсолютно ведь правы так-то, да, то есть я с вами согласен. Ну, в смысле, не то, что я эксперт, прав, не прав, но вот то, что вы сказали, мне кажется очень верным. Вы ещё бы, так сказать, дожали бы немножко, Валерий Владимирович, я тоже про это начал говорить, что достичь вот этого искусственного биохимического счастья, да, легко, но человек очень быстро привыкает к такому счастью. Доза нужна будет больше. Да, 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 и оно что-то, чем это называется-то? Он становится наркоманом. Ведь что такое наркотики? Это, по сути, это дело как раз вот эти вещества, которые вызывают ощущение удовлетворения, удовольствия и так далее. И человек, как та крыса, постоянно нажимает, нажимает на эту педаль, пока не погибает, поэтому... То есть получается, что путь удовольствия, он такой очень опасный. Скользкий, да, то есть надо понимать. И в этом отношении я сейчас в защиту психологов скажу слова, что на самом деле правильно подобранные слова, сказанное с нужной интонацией, они ведь тоже... Почему психология работает? Да потому что они способны стимулировать выброс тех или иных гормонов крови, о чём вы и тоже говорили. Но как-то вот не дожали, мне кажется, я вас тут спровоцировал. И надо понимать, что, конечно, эффект всё-таки от слов, он слабее, чем принятие какой-то таблетки. И для достижения результата такого же, как таблетки, потребуется гораздо больше времени. Но зато этот процесс контролируемый, и не сможет пациент или наркоман, извините, да, бесконтрольно вот его потреблять. Здесь вы контролируете потребление этого гормона счастья своими словами, своими действиями и так далее. Поэтому психологи-то несут очень важную такую регулирующую роль. Они тоже, на самом деле, психологи тоже работают с помощью тех же самых гормонов, только вызывают их с помощью слов, ну, или действия. Ведь могут быть различные действия, мы знаем, вербальные, невербальные. Ну, я не знаю, может быть, вы что-то добавите. Вот я вот так вот увидел эту ситуацию. Ну, я хочу сказать, что человек может испытывать огромную радость не только от того, что он ненасыщаемо свои потребности удовлетворяет, а от того, что он ещё может остановиться от контроля вообще за самим собой, за своей деятельностью, за жизнью в целом. То есть ощущение контроля, оно тоже даёт возможность в какой-то степени переживать полноту жизни. То есть у меня есть тормоза. Без тормозов машина очень опасна на дороге. Валерий Владимирович, я знаю, что вы в прошлом военный, много лет службе в армии посвятили. Но вопрос вам и как бывшему военному, и как настоящему психологу. Вот известен факт, что чем счастливее человек, тем меньше времени носом ему нужно. Вот как-то можно это объяснить? Потому что я знаю, военные эксперты бывают, что очень мало. Случается. И вот здесь замечательный вопрос на самом деле, потому что он перекликается с предыдущим вопросом, на который Юлия Павловна отвечала. Что касается сна и то, что касается ощущения счастья, химически, биологически или ещё каким-то образом предопределённые. Вот ссылаясь, как вы и просили, на определённые исследования, если мы вспомним, ну, наверное, самый долгоиграющий, до сих пор идущий эксперимент, который начался в 30-е годы прошлого века, и продолжается по сей день гарвардский эксперимент. Если коротко резюмировать выводы этого промежуточного, вот эти результаты исследований, то одна из основных составляющих — это взаимодействие с другими людьми. То есть человек сам по себе, принимая определённые препараты, при отсутствии взаимодействия, вряд ли способен будет получить то, что мы называем счастьем. Это первое. Второй момент. Он касается того, что нужно сначала определиться вообще, что такое счастье. И возвращаясь, опять же, к ещё одному эксперименту, который проводили уже американские учёные, вот у них три составляющих они выделили. Это первое — автономия. Я хочу решать, что делать со своей жизнью. Второе — компетентность. Я хочу уметь хорошо делать что-то ради этого дела. И принадлежность. Я хочу сделать что-то значимое, оставить после себя наследие для других людей. Достигается это через внутренние ощущения, внешние обстоятельства, и третье — на созидательный какой-то труд. Если мы будем говорить о военных, которые самой службой, что предопределено, они делают что-то в первую очередь для других. То есть само понятие служения, оно предполагает то, что человек не на себе зациклен, а делает что-то для других. Вот это как раз состояние, оно и помогает преодолевать определённые сложности. Ну и физиологию, соответственно, тоже никуда не деть. Поэтому режим, так или иначе, он нужен, и на службе он тоже, собственно говоря, присутствует. Вот о практике достижения счастья мы поговорим после небольшой паузы, то есть продолжим наш разговор, а сейчас уйдём на маленький перерыв. Ума-палата Добрый день, уважаемые слушатели! В эфире дискуссионная передача «Ума-палата» и я, ведущий, Владимир Сизов. Мои собеседники Юлия Павлова-Санникова, кандидат психологических наук, доцент Вятского государственного медицинского университета и Валерий Владимирович Щербина, штатный психолог Одесского колледжа «Север». Ну вот предлагаю от разговоров перейти к практике. И у меня такой, может быть, немножко провокационный опять-таки вопрос. Вот, Юлия Павловна, вы счастливый человек? Я хочу сказать, что вообще счастье – это такое, мне кажется, как биение пульса, как амплитуда, да, в какой-то степени больше, в какой-то степени меньше. Но если глобально, я считаю себя счастливым человеком, и это счастье, оно в разных аспектах проявляется. То есть, во-первых, ну так найти можно аргументы, да, то есть я точно знаю, что я занимаюсь любимым делом всю жизнь как-то в этом направлении. Вот тут женщины, вот женщины. Вы скажите, вы счастливые человеки или нет? Во-вторых, ну да. Валерий Владимирович, а вы как у себя ощущаете? Я тоже конкретно, к сожалению, не отвечу. Тоже объясню, почему. Не поддаетесь на провокации. Потому что счастье — это не конечный результат, это скорее процесс. Вот сказать, что я сейчас нахожусь в этом процессе, да, я в этом процессе нахожусь. Я бываю как счастлив, я могу не испытывать этого состояния, но я надеюсь, что я всё ближе и ближе и ближе подхожу к этому идеалу, которого... Отлично. Потому что за этим вопросом моим следует, конечно же, следующий. То есть, значит, вот сегодня в студии у нас собрались счастливые люди. Потому что я тоже себя отношу к таким людям. Так вот, Юрий Павлович, Валерий Владимирович, а вот можете поделиться с осуществленными именно вашими собственными рецептами счастья? Что нужно делать или что делаете вы, чтобы быть счастливыми? Вот этим мы с Валерийом Владимировичем начнем, а Юрий Павлович продолжит. Да, я, конечно, могу поделиться, ну, как минимум тем, что мне помогает. В первую очередь, это, на мой взгляд, состояние счастья даёт правильное, выстроенное отношение с миром. Как они выстраиваются в целом с людьми, с природой, с тем, что вообще нас окружает. Что значит «правильное выстроенное»? Правильное – это что? Правильное – по-другому немножко, может быть, сформулирую. Самому не всегда нравится это слово, как раз вот эта категоричность оценки, правильное и неправильное. Здесь, скорее, верный взгляд, верная картина мира, которая способствует получению этого состояния. Ну, верность – тоже слово-то такое, то есть можно быть чему-то верным или верный как правильный, опять-таки. Ну, верный как правильный, скорее. Ну, тогда зачем менять одно слово на другое, но не суть. Мы, в общем-то, поняли, о чём вы хотите сказать. Что-то добавите к этому, или вот это и есть рецепт, и всё. Что нужно делать? Вот мне, что нужно? Конкретно. Что нужно делать конкретно? Да, я об этом, собственно, и говорю. То есть одна из составляющих – это как аксиому у себя усвоить, например, такую истину. Для меня это истина, для кого-то может быть по-другому. Что окружающий нас мир, он дружественен, и в нём есть всё для того, чтобы жить счастливо. И если попробовать смотреть на мир такими глазами и замечать в течение хотя бы трёх недель, хотя бы десять раз за день делать для себя пометочку. Да, действительно, вот сегодня Вселенная преподнесла мне подарок. Причём это могут быть самые элементарные вещи. Я успел на автобус, я доехал без пробок. У меня мигала лампочка, но мне хватило бензина до заправки. И так далее и тому подобное. Просто отмечать и фиксировать себе. Я стопроцентную гарантию даю, что жизнь заиграет совершенно новыми красками спустя 2-3 недели. Хорошо, попробую обязательно. Особенно после того, как вы сказали, что гарантию дадите. Спросим за гарантию. Прежде чем Юлия Павловна свой рецепт счастья даст, еще вам один вопрос, вот такой экспресс, быстрый ответ. Вот готовясь к передаче, встретил такое утверждение. Если вы будете делать вещи, которые вас пугают, вы станете более счастливым. Прокомментируйте. Сходу прямо так сразу затрудняюсь. Может быть, Юлия Павловна скажет. Ну, есть такая фраза, да, иди туда, где страшно. То есть получается, что ты получишь точно новый опыт, и есть возможность присвоить какую-то свою теневую сторону иногда в таких вот видах деятельности, когда человек раскрывает какой-то свой потенциал, какую-то сторону, которая в нём. Я почему-то задал вопрос, это ведь тоже рецепт определенный. Ну да, да. Я просто не знаю, как вы, как профессиональные психологи, относитесь к такой фразе, потому что, в принципе, это тоже психологи говорят, но у каждого своё рецепт. А знаете, готовя сегодняшнюю передачу, я нашла в нашем фольклоре такое количество поговорок и пословиц, которые раскрывают отдельные грани и дают нам понять, а как к этому прийти. То есть, ну, если можно, я процитирую некоторые примеры. Вы как раз вот переходите к вашему рецепту счастья. Ну, я сейчас сначала с этого начнула. Допустим, дураку везде счастье. Действительно, да. То есть, дурак, он аллогичен, непонятен для других, потому что он радуется каким-то совершенно простым вещам. То есть, он как раз вот сейчас находится в моменте. Или, например, счастье в нас, а не вокруг да около. И вот я сегодня готовилась, смотрела специально. Очень сложные корреляции, неоднозначные, с доходом, с занятостью человека, с уровнем образования. Поэтому можно при, например, высоком уровне дохода можно быть совершенно несчастным человеком и наоборот. Или, допустим, счастье три раза постучит, но если двери не откроешь, к другому уйдёт. То есть, замечать эти моменты, впускать его в свою жизнь. Или, например, счастье следующего века строится в этот век. То есть, как предварительные какие-то шаги. И поэтому получается, что, или последнее здесь я скажу, счастье и несчастье переплетаются, как волокна верёвки. То есть, несчастье оттеняет счастье. Не было бы, да, счастье до несчастья помогло. То есть, вот эти, когда ты в чёрной полосе находишься, ты можешь ожидать, что это когда-то закончится, а находясь в белой, прям радоваться, что замечательно, что всё, этот период прошёл. Вот. А о своём собственном рецепте я недавно впечатлилась, вдохновилась такой очень интересной типологией личности. Прямо она такая простейшая, как два притопа, три прихлопа, но она даёт возможность понять, вот, как вообще себе его организовать и какой-то такой мониторинг. Всех людей можно поделить на три категории. Первая категория, ну, так назовём это, люди, ну, воздух, или люди, вода, или там хлеб насущный. То есть, это люди, которые максимально раскрывают себя в общении с другими. И вот этот человек приходит, не знаю, к вам в дом, в семью, в организацию, и вы ему рады. Получается, что этот человек смог вот в контактах с другими людьми раскрыться в своей максимальной полноте, то есть, проявить вот тот потенциал, который в нём есть, человеческий, профессиональный, творческий, что он везде вот свой, да, то есть, люди, можно сказать, дышат, да, этим человеком. Вот. И если вы вот в какие-то моменты времени бываете этим человеком, воздухом, ну, вот, вы точно счастливый человек, а вот в идеале, да, максимальную часть. Следующая категория, это люди, называют их люди лекарства. Эти люди выступают средством решения чужих проблем. Ну, вот как, допустим, потекла труба, нам нужен сантехник, заболело горло, нам нужен врач. То есть, получается, что он очень нужен, этот человек, в силу своих каких-то личностных качеств, профессионального опыта, но это кратковременное счастье такое, то есть, есть проблема, проблема решена, и уже всё, да. И третья категория, это люди болезни. То есть, приход этого человека не очень радостен для других и для него самого, то есть, получается, что все ждут, когда он уйдёт побыстрее. И вот мне очень интересно, показалось, что вот эта категория людей, и я думаю, что себя можно обнаружить в каких-то ситуациях, где я выступаю как человек болезни. Это человек, который не раскрылся в своей полноте, не смог реализовать тот потенциал, который есть. Вот мне показалось очень интересно, и я даже узнав вот эту классификацию, так разложила, ага, где я могу быть воздухом, где я человек, лекарства, где я человек. Делать чего, но получается реализовывать свой потенциал. Вот мне кажется, что счастье очень связано тесно с понятием как раз миссии. Да, для чего я пришёл, какие у меня таланты есть. И когда человек даёт себе возможность это раскрыть, он точно счастлив. Вот так я бы ответила. Хорошо. Ещё можно такой нюанс? То есть, в практической работе с клиентами я иногда такое придуманное упражнение использую. Вспомните, допустим, самый счастливый момент в вашей жизни и попробуйте его описать как рецепт. Ну, например, у кого-то это пирог-пятиминутка, ингредиенты такие, это готовится так-то, так-то. И вот проводя это упражнение с разными людьми, мы можем огромное количество рецептов обнаружить. И у кого-то есть какие-то обязательные ингредиенты, очень сложно доставаемые или какая-то очень долгая технология. У кого-то вот прямо пятиминутка, раз, и я в этом состоянии. Поэтому можно попробовать самому это проделать. Валерий Владимирович, а Вы что-то порекомендуете какое-нибудь упражнение нашим слушателям дома? Домашнее задание? Домашнее задание? Ну, собственно говоря, упражнение-то я уже сказал, чем заняться можно было бы. Наверное, что-то еще в рамках нашего времени сейчас смысла нет, потому что это достаточно по времени затратно будет. А может быть, порекомендуете какую-то книгу почитать, что Вам саму нравится, какую-то литературу? Сейчас достаточно хорошо представлены достаточно много авторов в серии практической психологии, поэтому, начиная от книг доктора Курпатова и, ну, собственно говоря, книг там достаточно много, чтобы еще на что-то распыляться. Спасибо. Юлия Павловна, одну книгу или один совет? У нас все время не заходит. Я бы так сказала, что все книги по когнитивной психологии, по позитивному консультированию, то есть это тоже работа с мыслью, потому что мышление организует нашу жизнь, дает нам определенную картину мира, образ жизни, да, то есть как поймать вредные мысли за хвост, обезвредить их и поменять их на другие. Спасибо. Я благодарю своих собеседников Щербину Владимировичу и Санникову Юлию Павловну за интересную беседу, за советы, которыми они поделились. И скажу в заключении вот такой факт приведу, что даже смски с пожеланием доброго утра оказывается, активируют участок мозга, который отвечает за счастье. Иначе говоря, само пожелание счастья делает нас счастливее. Поэтому чаще желайте счастья окружающим людям и будьте счастливы. Всего доброго. Спасибо. Всего доброго. Всего доброго. Ума-палата Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok